Он должен чувствовать ответственность перед самим собой, не перед публикой, конечно. То есть он должен, как мне кажется, отражать подобно зеркалу свои душевные процессы, духовные процессы, мозговые процессы, и выплескивать это в виде творчества. Ну это вот у меня такой подход, по крайней мере. Если это будет искренне, если на каком-то этапе этого творческого процесса не вмешаются мысли о том, что подумает аудитория обо мне, и какую ответственность перед ней должен нести, тогда, мне кажется, это может влиять на людей. Но иллюзий по поводу того, что рок-музыка способна изменить мир, у меня нет. Подтолкнуть кого-то, человека, который уже находится на пути, и помочь ему пережить что-то, это да, какие-то трудные времена. Ну и в связи с этим ближайшие 12 лет, конечно, я не знаю. Я думаю, что это будет не 12 лет, закончится все быстрее, я надеюсь. И вся эта вот эта вот безобразие, вся эта пена, которая сейчас выдает себе за благодетелей наций, схлынет, возможно, революционным путем. Я надеюсь, что это произойдет раньше, чем через 12 лет. Ну и в связи с этим, наверное, мне бы хотелось, чтобы проснулось как можно больше моих коллег, которые сейчас находятся на кремлевской стороне, совершенно однозначно. Невзирая на то, что они говорят, что они занимаются чистым искусством, занимаются... Они вне политики. На самом деле они защищают подлецов, воров, жуликов, выступая на их фестивалях, концертах, давая интервью им и оправдывая их политику. Говоря о том, что в России так всегда было, поэтому смиритесь, сидите, или там вся власть от Бога, значит, что там... А, будьте покорны любому начальству, это Петр, да, апостол. Да, на России нужен царь. Это все, на самом деле, это форма консерватизма и соглашательства с тем, что происходит. То есть эти люди, по сути дела, являются соучастниками преступлений. Я надеюсь... Ну, многие уже это понимают. Просыпаются один за другим. Я смотрю, там вот уже Шахрин что-то вякнул, уже что-то Макаревич там затрепетал, Кинчев что-то сказал такое нелицеприятное. Ну вот. Ну, Шевчук, да, Шевчук уже проснулся там, ну, по крайней мере, активно, да, вот уже так. Но тоже еще пять лет назад ситуация была абсолютно безнадежной. Я, например, чувствовал себя в полной изоляции. Кроме последних танков в Париже, и все. А кому не звонишь, все считают тебя идиотом. Чем тебе Путин не нравится? Вот это вот так выглядело. За пять лет произошел дикий скачок совершенно, и движение нарастает. Появляется невероятное количество молодых команд, которые, вот мы выступаем, панковских, которые понимают уже в свои 18 лет, что за безобразие нам уготовил этот режим. Ну, для меня рок-клуб – это, в первую очередь, атмосфера. Атмосфера вот взаимной иронии, самой иронии, атмосфера обучения, роста музыкального, профессионального, поэтического роста. Вот это я так сейчас воспринимаю. То есть такая школа. Она очень такая, конечно, разнузданная, недисциплинированная школа, но по результатам очень важная. По крайней мере, борясь за первенство в звучании, в поэзии, мы понимали, насколько мы несовершенны, и как многое нужно изменить, нужно учиться друг у друга постоянно. Поэтому это такая вот... Плюс, конечно, атмосфера дружелюбия и взаимопомощи. Потому что, если у кого-то была возможность предоставить для репетиции там помещение, а у кого-то этого помещения не было, мы постоянно делились там. Вот у нас неоднократно репетировала группа кино, и приходилось сидеть с ключами, ждать, пока они отрепетируют. Вот это вот какое-то отсутствие коммерческой конкуренции, а и наличие творческой конкуренции. Вот это очень важный момент, который нас объединяет. И сейчас, конечно, рок-клуба как организации и как даже духовного сообщества, наверное, не существует. Но я бы пожелал России вообще иметь такого рода сообщества, как, собственно, это было в 19-м, в 18-м веке, сообщество музыкантов, которое работает исключительно на идее, без коммерческих задач. И самое главное, что вот мы все были в этом смысле люди обреченные на безденежье, и поэтому никто не ожидал никаких дивидендов. По крайней мере, вот я это за себя говорю, не знаю, как другие, но... Сейчас мотивацией для творчества очень часто служит, конечно, создание проекта, который бы хавался определенной аудиторией. Это очень печальное явление. Мне кажется, ничего настоящего при такой погоне за мнением народа создать нельзя. Это будут вторичные продукты, что мы и видим, собственно говоря, по всевозможным официальным телеканалам и форматным радио. Это некая пародия на то, что когда-то делал рок-клуб. Проблема коммерциализации клубов, маленьких клубов, где, собственно, могут начать выступать молодые музыканты, она очень серьезно угнетает. То есть это выглядит очень цинично. Приходит молодой коллектив, весь такой наполненный творческими планами, и за спиной у них часы репетиций, и годы страданий, вот они вот выносили это все, а им говорят, ребята, у вас хорошая музыка, выступайте, только вот вам 100 билетов, сами распространите, принесите нам деньги, и тогда мы вас пустим выступать в клуб. Вот этот цинизм, которым заражены все маленькие и большие концертные организации, нынешние, все клубы, он вышибает из занятия творчеством сотни молодых музыкантов. Ежегодно группы разваливаются, я просто знаю статистику, немножко у меня, ну вот много знакомых в этой среде, то есть буквально там половина групп в течение года выходит из строя именно из-за ощущения безнадежности процесса. То есть нужно самому покупать себе зрителя, слушателя, иметь богатого какого-нибудь сразу спонсора, чтобы начать с чего-то. Вот это угнетает, хотя материальное положение самих музыкантов, в смысле наличия инструментов, возможности репетировать, гораздо лучше, чем было в 80-х годах в начале. Мы, ну для нас, там, скажем, западные инструменты, это было какое-то высшее счастье. Сейчас они везде, пожалуйста, у каждой, в 17 лет люди покупают хорошие гитары, хорошие барабаны, это все можно. Но вот унижение на стадии представления своего творчества слушателю выдержит не каждый. У нас этого, слава богу, не было, потому что нам не надо было доказывать, как это все быстро произошло. Правда, появился интернет, интернет, это путь для молодых, ну, достаточно продуктивный. Другое дело, что публика в целом, как мне кажется, ну, то есть общая духовная ленность, может быть, и перекорм информации не позволяет людям полюбить что-то до конца и потратить на свою любовь больше часа времени в день, что называется. Ну, я имею в виду музыкальные пристрастия. Ну, это как плеер, в котором вот забиты в хаотичном порядке произведения абсолютно разных людей. То есть вот это, может быть, в каком-то смысле музыкальное безвкусие стало модным. То есть я слушаю все, я хожу на все, у меня музыка как пиво или как, я не знаю, как соломка к пиву. Вот, у меня вот к пиву есть вот эта музыка, там, к водке у меня вот соленый огурчик в виде там какой-то другой музыки. То есть люди утилитарно употребляют духовные ценности. Это вообще, да, это общая тенденция. Ну, это связано с развитием общества потребления, с этой философией потребления, совершенно искорежившей, можно сказать, ну, поколение. И не одно поколение. Ну, и 30 лет назад, и сейчас, я думаю, что, по крайней мере, у меня всегда была какая-то идея вот, ну, свободного государства, в первую очередь. Для этого, конечно, абсолютной свободы не бывает, понятно, но всегда это мыслилось хотя бы как социал-демократические такие мечтания, а, скажем, нет, в идеале это, конечно, анархия. Но анархия, творческая анархия. Из того, что сейчас возможно, к чему возможно быстро перейти, это, наверное, вот какой-нибудь шведский, скандинавский вариант. Это, я говорю, о социальном устройстве. Но вообще хотелось бы жить без костей, без крови, без веса, без черепа. Ну, в общем, не на этой планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok